здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такие вот комнатные тапочки вот они ко всем кому интересно оставайтесь со мной и вяжите для начала связала я стельку появится вот здесь вот уголки ссылочка на видео как связать на ваш размер стельку свяжите стельку и второе видео еще появится через пару секундочек здесь как уплотнить ее вот такой вот вылочной прокладкой значит стелька наша готова я нитки эти делала у меня был кусок такой вот ткани вот такой вот поэтому мне повезло я сделала как раз из остатков ткани пряжу и вернее нитки и вот такие вот четыре кусочка 20 сантиметров на 11 сантиметров то есть почему четыре потому что два уже у меня ушло на этот образец на один тапочек и два у меня уйдет на этот что важно важно чтобы если у вас пряжа вы покупали отдельно куют найдите остатки в том кстати не обязательно в том если это будет другого цвета она будет еще красивее так что единственное что хочу сказать она вот эта тканушка должна быть эластичной все потому что ну должна быть короче говоря должна быть эластичным крючок номер шесть вот и вот такие вот самодельные у меня можно из футболок можно и чего угодно ниточки значит начинаем мы с того если вы эту стильку связали то вы уже знаете что здесь у нас вот последнем ряду у нас столбики с накидом и начинаю я вот последний столбик с накидом далее идут столбики с накидом начинаю я вот с этого со столбика без накида вытягиваем одну петелечку я вот так вот зафиксирую воздушную петлю эту ниточку вот эту потом затяну и вяжем столбиком без накида 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 первый ряд вот он теперь что мы делаем с этой стороны где у нас носок мы не делаем воздушную петлю то есть петлю подъема мы просто поворачиваемся и вяжем столбиком без накида то есть это пропускаем потому что это последняя петля и вяжем столбиком без накида до конца рядом почему мы не делаем потому что там нам нужен этот как бы дырка поменьше здесь где у нас нога нужна дырка побольше поэтому мы будем делать воздушную петлю с этой стороны и делаем петлю подъема поворачиваемся вяжем следующий раз ряд здесь петлю подъема не делаем и так вот вяжем до того момента пока нам не так не будет достаточно для этих тапочек здесь вот так как у нас не было петли подъема последнюю петлю мы вяжем вот в этот узелочек провязываем и опять поворачиваемся петлю подъема не делаем и вяжем вот по когда у нас хватит вот так вот провязала я 15 рядов в моем случае отведите она разница небольшая здесь вот побольше здесь поменьше но тем не она есть так на мою ногу это 15 рядов у вас может быть лучше вот этим меньше в общем зависит тоже я дни так так теперь что мы делаем выравниваем вот так вот хорошенечко путь я даже и не считаю петли просто выровняла чтобы было ровненько сняла крючок и вот эту первую петлю я протянулась сюда теперь одну цепочку отсюда одно отсюда и полустолбиками я это все дело зафиксирую так вот ровно проверю ровно так обрезаем нашу нитку тут мы и протянем конечно же и спрячем ее вовнутрь по сути если так посмотреть вот этот тапок можно оставить и так он и так очень красивый но я решила украсить если хотите прямо ставьте так и ничего больше не надо она очень симпатичненько смотрится и так кто хочет украсить я показываю значит беру одну нашу вот эту вот так вот смотрите вот это лицевая сторона я беру лицевой стороной вот так вот прикладывая переворачивая прикладывая опять же к лицевой стороне вот складываю лицевой стороной вниз вовнутрь прикладываем моей к моему тапочку и начинаю пришивать вот с краешка прямо возле подошвы девчонки прям возле возле вот этого краешка я пришиваю эти две вместе видите они 2 я это все дело пришиваю вам придется немножечко его тут присборить потому что она длиннее понемножечку как бы при посадить и пришить вот здесь вот все красивенько хорошо так вот выглядит это все дело я пришила теперь отворачиваем вот видите тут у нас такой зазорчик сюда мы протаскиваем вторую нашу деталь складываем пополам изнаночными сторонами вовнутрь чтобы лицевые лицевые стороны у нас были здесь и здесь теперь почему я говорила чтобы тканюшка должна быть эластичны вот так вот перетягиваем сюда здесь вот пришиваем точно также вдвое мы все это дело пришиваем сюда ко второй стороне тапочка вот и пришила я вторую сторону 1 у меня пришита и 2 и теперь просто я переодеваю сюда ты отделала для того чтобы было как бы здесь вот все красивенько симпатично аккуратно вот теперь вот выравниваем разравниваем как нам хочется декорируем еще вот такой вот наш тапочек красивый с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока и